друзья счастлив вас приветствовать и сегодня у нас очередной выпуск про обувь который полностью посвящен трекинговой и горной обуви ну и некоторым приспособлением которые облегчают нам пребывание в этих самых горах особенно если горы эти достигают достаточной высоты и сложности передвижения по ним значит вот как вы видите те образцы на базе которых мы будем строить сегодняшний наш разговор ну и давайте приступать и так трекинговая обувь это обувь специально сконструированная и соответственно предназначенная для движений по бездорожью то есть там где нет дорог и вот зависимости от того насколько это бездорожье действительно бездорожная всю трекингу обувь имеет смысл разделить на четыре типа четыре класса то есть классифицировать ее для простоты понимания то есть насколько каждый из образцов этой обуви подойдет вам конкретно смысл в том что производители трекинговой обуви на данный момент насчитывается столько что разобраться применительно каждому производителю каждому конкретному образцу это надо я не знаю сколько потратить времени поэтому как обычно сегодня мы главным образом сосредотачиваемся на концепциях и на концепциях применительно каждому типу о котором мы будем говорить но естественно что для того чтобы как-то иллюстрировать мои слова я здесь заготовил определенную мат базу это скажем так может быть не самые характерные не самые лучшие не самые распространенные представители этих классов и типов но чем богаты начинаем начать итак первый тип трекинга в обуви это трекинговые кроссовки и сегодня у меня здесь в их качестве мэр алма оба вот что характерны для трекинговых кроссовок во первых это они низкие они имеют довольно хорошую амортизацию и хорошо гнущуюся подошву то есть скажем так это очень мягкая обувь очень комфортная для ноги по большему счету трекинговые кроссовки недалеко на самом деле ушли от кроссовок предназначенных для бега по бездорожью то есть есть такой класс спортивной обуви трейловую обувь мы поговорим они в следующий раз вот на самом деле трекинговые кроссовки а таких кроссовок можно сказать недалеко ушли или вообще не ушли но я бы выделил такую характерную черту что на мой взгляд трекинговые кроссовки если их сравнивать чисто со спортивными образцами имеют более широкую колодку которая более дружелюбно к уставшей натруженной ноге вот который долгое время приходилось идти к стопе вот они к ней более дружелюбны вот что еще про них можно сказать я могут быть мембранные могут быть соответственно как данный образец мембраны не иметь на самом деле я считаю что если мы говорим про трекинг а по что мембрана для нее обязательно потому что если для нее мембрана нет как вот в данном образце он становится доля бестолковым потому что для жаркого времени года для лета он слишком получается ну довольно я скажу не слишком довольно жаркий стоит погоде чуть-чуть испортится даже летом он становится абсолютно бесполезно прошла моментально промокает и соответственно если мы находимся там чуть дольше чем несколько часов на нашем выходе то это может уже доставить проблему потому что мокрые ноги соответственно это не просто не комфортно это кожа теряет эластичность свою там прочностные характеристики кожа ноги имею виду могут появиться натертости там и так далее и так далее я не говорю уже про то что но это может привести там к заболеваниям простудным вот больше особо про трекинговые кроссовки сказать нечего за исключением того что как правило они очень красивые они вот очень модно из миллиона кусков они сделаны для того чтобы но это дизайнерская мысль таким образом разгулялась в отношении них это все сделано для того чтобы их продать естественно да для того потому что люди за это платить деньги они приходят на это смотрят о они говорят красиво и прикольно и они их естественно покупают вот на самом деле значит это обувь предназначен для несложных выходов даже сказать что в них по бездорожью идти это наверное слишком громко они предназначены для ходьбы по дорогам без твердого покрытия тропинки там какие-то и так далее вот еще раз повторяю что довольно комфортный обувь как бы много я в ней походил и вот собственно основании именно этого говорю что это вот такая теплая спокойная весна или вот начало осени совсем вот они более или менее для этого хорошо подходят это вот трекинговые кроссовки приобретать себе трекинговые кроссовки если вам ну я в этом смысла не вижу никакого если то есть проще будет купить нормальные трейловые трейловые они трекинговые кроссовки в них можно и на природу выйти побегать и побегать в них будет лучше чем в трекинговых кроссовках почему потому что они лучше держат стопу и лучше обеспечить амортизацию при беге все-таки чем трекинговый кроссовок все таки амортизация трекингового кроссовка рассчитана в большей мере не на бег а на ходьбу конструкция подошвы амортизация рассчитана на ходьбу с грузом они на ускоренное так скажем передвижение когда ударно-компрессионная нагрузка для подошвы возрастает вот все что я хотел сказать про трекинговые кроссовки далее обувь для легкого и среднего трекинга это вот основной так сказать класс на который ориентируются производители почему потому что на этот класс в основном ориентируются те кто эту обувь приобретает то есть это как правило такой довольно навороченный внешний ботинок который очень во многом соответствует концепцию универсальной обуви о которой мы говорили прошлый раз единственное отличие это сейчас цвет то есть если раньше да это вот представителем данного класса обуви я лично считаю но практически всю распиаренную и находящуюся на слуху обувь фирмы лёва в том числе и лёва зефир это все от представители конкретные обуви для легкого и среднего трекинга это лёва ренегат образца восьмого года вот они в так тогда были вот такие вот черные не броски не бросающиеся в глаза и весьма и весьма живучие сейчас если вы посмотрите на ренегат и они уже гораздо моднее выглядят там всякие вставки на них цветные там на подошвах какие-то наклейки там которые отваливаются очень быстро и так далее обувь для что характерно для этого и они выше естественно образцы такой обуви выше чем трекинговые кроссовки но все-таки они еще не высоты как скажем так армейские ботинки высокие с высоким берсом то есть это не их берется ну я назвал бы 6 дюймовый наверно да это уже достаточно для того чтобы держать и обеспечить стабильное положение голеностопа вот кроме того подошву у них жестче чем у кроссовок она не она не так уже гнется в поперечном направлении но все еще довольно комфортная для ноги то есть вот этот ботинок обувь для среднего или представители обуви для среднего или легкого трекинга это та обувь которую люди покупая себе говорят удобно это действительно удобно он мягкий он очень к ноге как бы дружелюбен практически сразу хорошо очень садится по ноге если верно подобран размер вот и как правило он имеет мембрану потому что он уже предназначен для довольно таки таких относительно серьезных выходов если ваша подготовка позволяет то этот ботинок может стать основным для практически любых условий даже среднегорье там и так далее так далее так далее ну кроме высокогорья то есть в этих в этих ботинках можно уже в принципе подниматься на довольно там значительную высоту доходить до границы не то и не тающих снегов там это не лучше конечно выбор я говорю сразу не лучше но это можно делать в ботинках такого типа хотя они для этого не предназначены это скажем так по перепады высот такие большие они на них не заточены значит еще раз что можно кроме этого что я сказать выделить да больше особо нечего значит сказать то есть для потребности большинства пользователей ботинка для вот такого ботинка вполне достаточно вот что еще что еще что еще ну естественно стоит оговориться что учитывая что этот ботинок вы покупаете за деньги его вам не выдают как военный ботинок производители постарались сделать его максимально привлекательным внешне и они в этом шагнули настолько далеко что забыли о том что этот ботинок должен еще быть функциональным и функционал прямой обуви этого класса на сегодняшний момент очень сильно страдает из-за недобросовестного отношения к этому производителей я об этом скажу в конце на примере ботинка как раз вашего любимого лева зефир потому что нельзя говорить про трекингу обувь и не сказать про леву зефир переходим дальше к обуви для тяжелого трекинга это по сути является обу importantly трекинга является по сути горной обувью то есть это максимально е воплощение идей универсального ботинка потому что он воистину универсальные в нему вам можно ходить по лесу в нем можно ходить по каким-то там Возвышенностям небольшим и в них можно даже подниматься в горы, причем совсем-совсем-совсем-совсем в такие уже конкретные горы. Это может быть во многом не лучше их способ их применения, но тем не менее это в этих ботинках возможно при определенной вашей подготовке. Что этим ботинкам характерно? Высота, как у ботинок для легкого или среднего трекинга, иногда даже выше. Подошва стала еще жестче, то есть она имеет определенный, ну, то есть естественно, так как это все уже ботинки довольно жизнью битые, они, конечно, изгиб определенный в поперечном направлении имеют, но в оригинале они намного, на ноге они сидят намного жестче, чем сидит ботинок для легкого трекинга. Я скажу более того, что в комфорте, что здесь у нас из представителей? У нас из представителей Бельвиль МСБ, это горный ботинок, и здесь у нас кто-то из Ассола. Я не могу сказать, какая это модель, я вначале крупно показал, возможно, специалисты напишут, что это за модель Ассола. Так вот, что для этих ботинок характерно помимо высоты? Это обязательно мембранный ботинок, естественно, здесь Гортек, здесь Гортекс, то есть они мембранные, здесь дополнительная механическая защита от повреждений. А защита, дополнительная защита от механических повреждений. Здесь у нас только носок и пяточная часть. На этих ботинках, как мы видим по всему периметру стопы, полимерная такая вот резиноподобная накладка, которая оберегает ботинок от механических повреждений и дополнительную создает, скажем так, плотность посадки ноги. Значит, что хочется сказать, что вот эти ботинки, вот эти, да, вот эти ботинки, к ним применительно понятие разносить. К вот этим уже понятие разносить неприменимо. То есть они еще жестче, чем любой армейский ботинок. Хотя это является тоже армейским ботинком, но он более узко специализирован для гор. Вот, значит, к ним понятие комфортно, удобно и так далее уже, ну, на самом деле применимо едва ли. То есть это такой утилитарный образец, предназначенный конкретно для выполнения своих задач. Значит, образцов обуви для тяжелого трекинга тоже великое множество. И что хочется сказать, что, как и с рассмотренными ранее образцами, качество их в последнее время упало очень значительно. Значит, были времена, когда Ассола, это был вечный ботинок. Такое распространение и распиаренность Ассола получили, естественно, благодаря морским котикам там и прочему Сакому, которые как-то там в середине нулевых даже, да, или в начале нулевых, там была госпоставка в США на закупку для них. Обуви фирмы Ассола. Ассола FSN95, если не ошибаюсь модель, вы меня поправите наверняка. Вот. И очень многие, значит, любители одеться по мотивам накупили себе эти ботинки. Они действительно были просто, ну, не знаю, бессмертны. Они у некоторых с тех пор еще до сих пор живые, им ничего не случилось. Ну и, соответственно, это распространилось, вот эта любовь с FSN95 распространилась на взбудораженной массой и перенеслась на всю обувь фирмы Ассола. В результате чего производители решили, что теперь можно, короче, расслабиться и получать удовольствие. И вот итогом стали ботинки, которые держат один выход в сухом состоянии. Со второго выхода, попадая в снег, они текут насквозь. Несмотря на то, что здесь есть гортекс, как это происходит, никому не понятно, но это происходит. В то время, как Бельвиль МСБ не течет ни при каких условиях внешней среды, в связи с чем я вам сейчас поведаю короткую историю от моего друга. Это не мои ботинки, это ботинки моего хорошего друга. Он занимается горным туризмом, причем так довольно серьезно. Там поднимался на Эльбрус, там, ну, на многие горы, там, в России. Вот, что он рассказывал, значит, вот, ну, он говорит, два выхода. Первый выход они держат, второй выход они текут. Выходил в Бельвиль МСБ в тех же условиях, что в этих, плюс еще попал в довольно-таки серьезную непогоду. Промокло все, говорит, мембранная куртка, штаны, там, все промокло, что было на нем, все насквозь промокло. Был весь мокрый, единственная сухая, говорит, вещь на мне были носки. То есть ботинок был снаружи мокрый, кожа была, видно, что она промокла, но мембрана воду внутрь не пропустила. Вот это, вот, для меня лично является показателем качества обуви, применительно к тем условиям, для которых, друзья мои, эта обувь предназначена, понятно, да? То есть еще раз повторяю, что обувь для тяжелого трекинга, это обувь уже для конкретной жопы. Выше, выше стоит только обувь для высокогорных восхождений, мы ее рассмотрим отдельно, понятно. И еще раз, поэтому я говорю, что несмотря на все многообразие моделей, несмотря на их красивый внешний вид, несмотря на заверение производителей, несмотря на заверение через треть руки, а у меня друг отходил 56 лет в ботинках Лева Зефир и им хоть бахны и так далее, так далее, так далее. Я хочу сказать, что армейская обувь, именно армейская обувь хороших таких развитых стран, как, ну, к примеру, США, является все-таки для меня лично при выборе ботинка предпочтительной. И я могу сказать, что вот, несмотря на то, что это конкретно военный образец, он конкурирует с гражданскими, значит, так, созданными в последнем условии дизайны, техники, моделями, не просто конкурирует, а выходит победителем. То есть он более качественный и более функциональный в тех условиях, для которых предназначен. Я вам еще раз говорю, сказал то, что я хотел сказать, а вы, соответственно, делаете вывод. Прежде чем сказать пару слов про альпинистские ботинки, я хочу сказать еще раз, обратить ваше внимание на то, что обувь вот этих двух типов, а именно обувь для легкого и среднего трекинга и обувь для тяжелого трекинга, являются воплощением концепции универсальной обуви. То есть практически все моменты, которые мы с вами обговорили в прошлой передаче, эти в этих ботинках воплощены. То есть, грубо говоря, если у вас есть вот такой вот ботинок, то вы можете рассчитывать, что вы в нем можете и в мир, и в пир, и в добрые люди, как там правильно говорится, выходить. Понятно? То есть на этот ботинок, я думаю, вот ботинок такого типа стоит сделать ставку, в том случае, если вы сейчас вообще у вас ничего нет, вы думаете, что купить, вот это надо сделать ставку именно на универсальный ботинок. А остальные специализации нарастить. Как вы видите, специализация горная вполне подходит для универсальной обуви. Значит, обувь данного типа, обувь для тяжелого трекинга уже вполне совместима с универсальными кошками. Это универсальные кошки, но я называю их универсальными, возможно, это не совсем правильно. То есть их можно одеть теоретически, но любую обувь весьма, причем они очень сильно регулируются по размеру. Единственное требование какое, вот у них вот есть пластиковый перед, да, пластиковый, пластиковый зад. Ну, и вот когда мы их плотно шнуруем, на себе затягиваем, то они довольно ощутимо сдавливают, ну, верх ботинка, скажем так. И если ботинок не обладает достаточной жесткостью, то есть вот будет вот он вот как Лева Ренегат, то ткань кожи верха ботинка, она деформируется от взаимодействия с пластиком кошек и может это создать изрядный дискомфорт при движении в пяточной, в области носка и пятки. И возможно, что двигаться в нем эффективно не получится. В то время, как вот такие вот ботинки, которые имеют дополнительную механическую защиту от повреждений и имеют повышенную жесткость, в том числе и подошвы, и верха, они легко переживают контакт с данными универсальными кошками. Понятно. Это что касалось вот этих типов. И четвертый тип, это у нас обувь для альпинистской обуви. Эта обувь не предназначена, в принципе, для того, чтобы в ней просто ходить. Эта обувь предназначена для того, чтобы в ней уже штурмовать вершину непосредственно. То есть до определенной границы, до определенной высоты доходят в обуви для тяжелого трекинга. Либо, если человек хорошо подготовлен в обуви для среднего и для легкого и среднего трекинга, и непосредственно на штурм вершины одевают уже вот такие вот ботинки. Это, если я не ошибаюсь, Скарпа. Это фирма Скарпа. Она не просто совместима с кошками, она уже заточена непосредственно на них. Значит, характерной чертой альпинистских ботинок является двуслойность конструкции. То есть у них есть внутренний ботинок и внешний ботинок. Сначала пользователь одевает внутренний ботинок и ногу в нем вставляет во внешний. По сути дела, ядром всей конструкции является внутренний ботинок. Он именно обеспечивает посадку по ноге, удобство и так далее, и так далее, и так далее. И потом он вставляет его сюда. Это уже внешний, скажем так, защитный чехол. Естественно, вот здесь он пластиковый, поэтому он не промокает вообще. Конечно, пластик не промокает, но при этом я могу сказать, что такие конструкции есть на базе кожаных и синтетических изделий. То есть двухслойные конструкции, но верх не пластиковый. Про эту обувь я не вижу смысла говорить по двум причинам. Во-первых, потому что она, как я уже сказал, не предназначена для просто движения по местности. Она предназначена именно для чисто утилитарных задач. Во-вторых, мягко говоря, в данном вопросе, вот в данном, я не просто не специалист, а вообще луна. Я просто знаю, что вот они есть, и я вот показываю вам, как они выглядят. Такие ботинки, естественно, совместимы полностью с кошками, причем как с универсальными, так и с более, скажем так, профессиональными. Что еще про них сказать? Ну, про них более сказать, наверное, ничего и не надо. Если вам такие ботинки, вам нужны вот такие ботинки, то вам стоит обратиться конкретно специалистам в магазинах, где они продаются. У них есть, естественно, тоже топовые фирмы, есть не очень топовые. Но они, значит, это вот те ботинки, от которых уже будет зависеть не то, что здоровье, а, возможно, и жизнь. Потому что на тех высотах, на которых они применяются, мороз, температура и вообще условия внешние, которые есть, они могут вас уже угробить, конкретно угробить. Понятно, не в перспективе угробить, а прямо вот, прямо вот сегодня, короче, можно там остаться навсегда. Поэтому к ним надо подойти не просто взвешенно, а взвешенно три раза. Да, есть. Далее. Это вот мы рассмотрели классификацию трекинга в обуви. Я думаю, что, в принципе, весьма доходчиво я постарался объяснить. Теперь надо поговорить о двух моментах. Первый момент это Лева Зефир, как я уже сказал, потому что нельзя говорить, повторяюсь, о трекинга в обуви и не сказать про Леву Зефир. Это сейчас, на данный момент, несмотря на то, что уже есть более новые образцы, как совершенно справедливо заметил мой хороший знакомый, с которым я отношусь большим уважением. И, соответственно, не то, что благодаря ему, а так как он является большим поклонником обуви Лева, я вот в знак уважения к нему Леву упоминаю отдельно. Значит, на данный момент я вот за свои слова отвечаю, потому что это компиляция, опыт очень многих людей с очень разных подразделений, с очень разными условиями эксплуатации. На данный момент ботинки Лева Зефир являются лотереей. То есть можно выиграть, можно не выиграть. Могут быть отличные, могут порваться на первом выходе. Я это видео выложу, когда я выложу это видео, то у себя в ВКонтакте и в Инстаграме я выложу фото ботинок Лева Зефир, которые не пережили одного довольно-таки, пускай напряженного и тяжелого выхода в средней полосе России. Причем нанесенные им повреждения я не могу оправдать браком. Это явное несовершенство конструкции ботинка, потому что брак это когда подошва лопнула, это может быть брак. Когда подошва отвалилась, это может быть брак. Но там есть, скажем так, износ той части ботинка, которая находилась, конечно, под нагрузкой, но не под той, которая должна была так на нем сказаться. Посмотрите фото, я дам ссылку под этим видео на пост, где это будет, и вот решите для себя. Наряду с этим же хочу сказать, что с ним на этом выходе участвовали люди в Лева Зефирах, которые, в принципе, нормально их пережили. Ясно. Я не знаю, на что это отнести. Это то ли совсем обнаглела компания и уже просто занимается откровенным. Не надо, значит, это был оригинал, там все было нормально. Там человек разбирается, отличает хер от трамвайной ручки, поэтому он знает, как должны выглядеть там Лева. Сразу могу сказать, что давайте не будем про там, как они там, этот армейский, а это вот армейский Лева, авториале спорт не армейский Лева. Знакомый мой хороший покупал армейский Лева, который надо, не пережили одной командировки. Они подклеились подошвы, лопнули на пятках. То есть, то, что вы на это фото увидите как раз. Вот такие дела. Далее, что можно рекомендовать для покупки? Я рекомендую, во-первых, если вы думаете заморачиваться на трекингу обувь и хотите такого себе качественного образца, я рекомендую обувь Бельвиль МСБ. Вот она, она эта обувь для горных подразделений. Несмотря на то, что она довольно жесткая, при определенной привычке, эти ботинки полностью вас устроят на круглый год, в любых, как вы видите, практически условиях, кроме крайнего севера, где очень холодно. Ну и, конечно, это не лучший выход для очень жаркой погоды, но про обувь для очень жаркого климата мы поговорим отдельно. Поэтому вот, вы обратите внимание на вот эту модель, либо аналогичную модель Даннер Комбат Хайкер. Но, насколько я понимаю, обувь фирмы Даннер в настоящий момент уже Комбат Хайкер не выпускает, судя по... У них есть их аналог Крата Рим. Но это я не знаю, насколько соответствует именно Комбат Хайкер. Но, насколько я понимаю, вот такая модель до сих пор возится, до сих пор производится. Ищите, поэтому на барахолках и приобретайте. Я рекомендую вот такую модель. И я рекомендую, если мы говорим чисто о... туристических, ну, коммерческих образцах, я рекомендую обувь фирмы Криспи. Именно Криспи. Никаких коллабораций, совместного производства, только Криспи. На что обратите внимание? Обратите внимание, что этот ботинок был кожаный, полноцельно, кожаный верх, вот как здесь. Не надо вот этих вот, понимаете, вот этих вот кусочков, вот этих из кусочков. Это классно, красиво и клево смотрится, но не надо. Пусть будет ботинок полностью кожаный. Далее, лучше, значит, если этот ботинок будет именно заточен на, как минимум, легкий, а лучше пусть он будет предназначен для тяжелого трекинга. Иметь обрезение, ну, защиту от механических повреждений на носу и пятке, либо по полному этому. Опять же, значит, почему я говорю про фирму Криспи? Потому что я очень много беседовал с людьми, мнению которых я доверяю, не просто как себе, а, возможно, больше, чем себе. Потому что им пришлось хапнуть говна гораздо больше, чем мне. И поэтому, собственно, я им доверяю в этом вопросе больше. И они не просто, скажем так, случайные люди, просто попавшие пару раз под замес. Нет, это люди, которые активно интересуются экипировкой, снаряжением, ищут что-то новое, пробуют. И вот от них, от всех, грубо говоря, с кем я беседовал, все называют Криспи как топ среди трекинга. Именно для тяжелых условий окружающих. Это пиздец, короче. Для них, они все говорят Криспи. Вот сразу говорят Криспи. Вот они ходят, говорят, мы вот, ну, у нас вот Лева, да, мы вот ходим по расположению, вот Лева, классные ботинки, да, там, ну, там, какой-то там полевой выход, там, рядышком, там, с ПВД, с ППД Лева, да. А вот если жопа, они прям сразу Криспи. Все Криспи, все цельнокожаные, минимум швов, ну, ничего нового, собственно. Потому что, еще раз говорю, все вот эти вот творческие изыскания, они с одной единственной сделаны целью, для того, чтобы у вас выманить Лаве, понятно. Потому что, когда вот эти ботинки их выдают людям, понятно, производитель сделал, и он, вот они могут выглядеть гораздо вот эти, могут выглядеть предпочительнее вот этих, да, потому что тот, кто делал вот эти ботинки, он не заморачивался на внешний вид. Ему надо было определенный функционал в них воплотить и выдать их бойцу. А те, кто делают вот эти ботинки, им надо воплотить в них определенный функционал, причем он очень определенный, потому что его ни хера нету по факту. Но при этом за эту обувь вы должны заплатить деньги. То есть вы должны на них посмотреть и сказать, вау, вот я так себе и представлял, примерно, ботинки для крутых пацанов. Покупаю. Вот, делайте выводы. На этом все. Все, что я хотел сказать про трекингу обувь, я сказал. Если что-то забыл, я думаю, вы меня дополните. Следующий выпуск будет полностью посвящен спортивной обуви и носкам для спортивной обуви. Я сегодня про носки ничего не говорил, потому что то, что я сказал в прошлом выпуске про универсальную обувь, применительно к носкам для теплого времени года, на 100% актуально для вот этих образцов. Про эти я не говорю, какие сюда носки одевать. Зависит от того, в каких условиях вы будете совершать восхождение. Но это практически всегда будет холодно, поэтому сюда надо зимние одевать. Утепленные носки, про них будет отдельный разговор. А что касается вот этих образцов, то к ним полностью относится все то, что я сказал в прошлой передаче. А про носки для спортивной обуви мы поговорим отдельно в следующей передаче. За сим я откланиваюсь. Всем пока. Да пребудет с вами сила, друзья.